Всем привет! Мы еще хотим показать вам одну юрту, которая находится тоже при Исковом. Давайте посмотрим, что у нас внутри, и я расскажу вам более подробно, зачем вам нужна эта юрта. Для чего она нужна, ну и как она устроена. Пошагали. Здесь мы видим немножко другое оформление, но тут также присутствует барная стойка. Эта юрта как общественное заведение. Здесь кафе, здесь кальяны, здесь дискотека. Здесь очень круто и прикольно. Давайте посмотрим. Здесь планировка выглядит следующим образом. Гости приходят, и они могут сразу здесь раздеться. Могут также помыть руки. Здесь есть вода горячая и холодная. И также собственники этой юрты уже впоследствии после нашего монтажа побеспокоились и сделали центральное отопление. Это очень круто. Видно, как сделали полипропиленовую разводку, и она пошла по всей юрте. Также здесь задекорировали чучелами животных. Это тоже создает определенную атмосферу. Так, если что, наша реклама на всякий случай. Мало ли, кто-то захочет позвонить в час или в два ночи. Алло, вы юрту продаете? Оно так часто происходит. Также здесь наши любимые нарды. Мои любимые нарды. Они обязательно присутствуют в каждой юрте. Это подарок. В каждой юрте он со своим эксклюзивным орнаментом. Вы можете посмотреть и обратить внимание, что здесь другой цвет, другое оформление и другие орнаменты. Индивидуальность полная. Мы это разрабатывали изначально. Также у нас здесь дополнительно есть печка. Как вы видите, здесь тоже есть дополнительный свет, помимо дневного света в виде светильников по кругу. Также тут висят с трех сторон экраны, плазмы. Хотел бы рассказать, для чего нужна эта юрта и экономическая целесообразность этого строения. Получается, здесь 140-150 квадратов. Стоимость дешевле в 2-3 раза, чем если поставить этой площади сооружение из бруса. Либо это каркасный какой-то будет дом. Но и опять же, нужен будет более мощный фундамент. Нужна будет дополнительная внутренняя отделка. Здесь это помещение все-таки является временным строением, хоть оно и каркасное. Можно за 10 лет отбить свои деньги и снести просто трактором и поставить что-то другое. Это я так шучу, но тем не менее. Деньги, которые вы вкладываете, они в разы меньше, чем построить дом. А зарабатывать можно уже завтра. То есть, если есть какая-то идея, кальянная, база отдыха, кафе, ресторан, можно сразу. То есть, можно запустить сразу в эксплуатацию через месяц. Ну, вообще, если посмотреть юрты Канады, то эти ребята организовали свое предприятие в 1978 году. И до сих пор это очень популярные строения. Люди такие помещения строят и в них живут. То есть, это помещение используют в качестве жилья. Здесь свободная планировка и можно делать все, что угодно. Делать коммуникации, дополнительные туалеты, ванны, душевые. Можно в центре поставить просто джакузи, как я прикалывался ранее. И все вокруг сделать планировку индивидуальной. Интересно было бы такое помещение использовать в качестве офиса. Это необычно. Это очень эксклюзивно. И поставить можно, опять же, в короткие сроки. И по спиртзаказу с каким-то индивидуальным дизайном. То есть, можно придумать, заморочиваться прям, чтобы было очень интересно. Соответственно, изначально вы уже клиента своего удивите сразу. У него будет эффект вау сразу. В этой юрте была продумана сразу вентиляция. То есть, как мы видим, это вытяжка. Ну и также приток. Ну и, наверное, надо привести примеры, где все-таки уже используется наша юрта. Ну, к примеру, есть клуб моржей на берегу Енисея, где в таком помещении у них базируется весь комплекс. Также есть ребята, которые занимаются практикой цигун. Они прямо здесь, в помещении, делают свои упражнения, занятия. Также у них разграничена зона отдыха и зона переодевания. Есть клиент, который установил нашу юрту в Московской области, еще в Иркутской области и в Красноярске. И это магазин по продаже рыбы. Северная рыба, мясо, оленина. Очень популярный магазин. Люди, изначально, увидев эту локацию, она их заинтересовывает. Они заходят, удивляются и сразу что-то начинают покупать. То есть, опять же, эффект пал изначально появился. Все, клиент уже почти ваш. Также есть комплекс, называется «Скалки». Находится он на беле. Это заповедник, федеральная земля. Строить там капитальные строения, конечно же, нельзя. Выход какой? Мы поставили 12 юрт, и в одной из больших юрт находится что-то в виде этнографического музея. Тоже выход из ситуации. Ну и также наше самое любимое место – это Алдын-Булак в городе Кызыл. Находится 10 километров от него. Там стоят VIP-юрты. В них предусмотрена система вентиляции, кондиционирования, отопления. Это как целый дом. И находится большая юрта. Это диаметр 18. Ресторан национальной твинской кухни. Ребята, это прямо супер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова